Вот мне говорят, как ты не теряешься в Венеции? Ну а как можно потеряться в Венеции, если тут везде указатели? Смотрите, Пер Риальто. Ну, это означает, что дорога ведет к Риальто. Идите себе спокойненько, никто нигде не потеряется, потому что все дороги ведут, как говорят в Рим, а тут все дороги ведут в Сан-Марко и Риальто. А оттуда уже отталкиваемся. Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои в Венеции. Масочку я снимаю, потому что ищу место, где я могу ее снять и могу сказать вам привет. Потому что маска всегда говорит, так неудобно. И я не могу, я задыхаюсь в маске. Несмотря на время года, мне всегда, когда хочется дышать, мне мало воздуха всегда. Потому я ищу такие места, где мне ничего никто не скажет. Оденьте маску, пожалуйста. Что вы делаете? Нельзя. Но нету никого. Могу дышать. Могу, могу, могу. И вам желаю того же, чтобы дышали на все груди, чтобы жили счастливо, чтобы жили в любви, взаимопонимании, в гармонии. И вообще всего самого-самого хорошего, друзья. Будем верить в чудо. Будем верить в лучшие. Пока. До встречи. И пока или привет. Я как уже, как Венеция, как Виталия. Чао, как здрасте, как добрый день. Чао, как риведерчи. Так что не знаю. Или привет, или пока. Я всегда с вами. Ваша Жанна. Пидумна. Смотрите, как везде стоят цикламены. Везде. Вот. Я свои забираю тоже. У меня тоже целую зиму стоят. Наверное, я их купила еще в ноябре. Да. И ничего им не делается. Вот я их просто иногда, когда очень холодно, забираю на ночь в дом. Это фирма недвижимости. Интересно, продаются сейчас. Что-то продается или нет. Но не хочу спрашивать. Вообще-то у меня подруга занимается. Она работает в фирме недвижимости. Я сначала снимала жилье, когда приехала сюда. Потом покупала. Это все делала мне Джулия. Так что, если надо что-то узнать по недвижимости, какие цены, какие правила, то мы позвоним Джулии или даже сразу к Стефану, ее директору. И будем знать все из первых уст. Шла мимо, но не смогла. Символ Венеции. Видите, лев. Как и во Львове, в Украине. А вот эти мне подушки очень нравятся с гербами. Видите, такой фамильный герб. Это все индивидуально по заказу. Можно заказать то все, что тебе нравится. Ну, прикольно. Когда-то каждая фамилия имела свой герб. Ну, такая зажиточная, конечно. Просто люди. Простые люди, которые были обслуживающей персонал, конечно, этого всего не имели. У меня польский икровит. У нас тоже был свой семейный герб. Но это я вам показываю чисто венецианский. Класс, да? И обувь чисто венецианская. Видите, кто хочет такую классику, кто любит. А венецианцы очень любят. Они же хотят отсоединиться и быть опять венецианской республикой. Они не хотят быть в составе Италии. Смотрите, друзья. Меня мой друг венецианец привел в место такое. Он говорит, ты хочешь увидеть самую узкую улицу? Ну, это не улица, это про улочек. Вот смотрите, если вот тут вот ширина 2 метра максимум, да? То тут 53 сантиметра. Вот так. 50. Есть место, где 53. Короче, я вхожу. Я вхожу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я вошла. У меня рост метр 72. У меня вес 72. Мне 50 лет. Я вошла. Какая тут сырость, друзья. Идем прямо к каналу. Во, какой-то еще мужик вышел. Рабочий. Или он здесь живет. Не знаю, как тут можно жить. Как заносить мебель сюда. Это вообще. Ну, идем. Да, это дворик. Ага. Там идут строительные работы. Да-да-да. А что тут делать? Иршустройка. Так, выходим к каналу. Вот такие места есть в Венеции. Конечно, это бы я сама точно не нашла. Спасибо, Мауру. Вот, вышли к каналу. Какая прозрачная, чистая водичка. Ой. А вот тут одежда сушится. Вот реальная Венеция, мои дорогие. Выхожу отсюда. И иду в одно место. Тоже очень классно. Я сделаю маленький видеорепортаж. Все. Выхожу. Выхожу отсюда. Боже, я бы не хотела так жить. Извините, моя Венеция. Я тебя, конечно, люблю и уважаю. Потому что могу отнести тебя к, наверное, не десяткам, не десяток городов, а к сотне. В сотню оно, конечно, входит. Во всем мире. В сотню городов, которые такие есть уникальные. У нас на планете Земля. Венеция туда, конечно, входит. Боже, как холодно между этими стенами. И какая сырость. Выхожу отсюда, с этого туннеля. Давай, пока-пока, друзья. Встретимся попозже. Аж лучше дышать стало. Смотрите, я прошла, а Маура не проходит. Ну, конечно. Вроде бы он и небольшой, но просто, что занимается спортом, вот это вот не прошло. Э-э-э, капитро. Бери дирали. И кузи. Знаете, где нахожусь? Нахожусь далеко от дома, где жил Титяна. Это итальянский художник Титяна. Вот, а чего мы знаем, где он жил? Опять пончики. Ну, только что поела. Ну, не надо больше меня дразнить. Ну, два слоукова. Баста. Почему мы знаем, где он жил? Потому что сейчас в этом доме живут Паула родители. Вот уже мимоза есть. Мимоза какая красавица. Короче, гвоздику хочу понюхать, пахнет или нет. Да, пахнет. Как классно. Вот я подошла к дому, где жил Титяна. Вот здесь даже написано Кампо Дел Титяна. Вообще, Титяна родился не в Венеции. Он родился в Белуно. Белуно – это в 90 километрах от Венеции горы Доломити. Вот это сейчас живут здесь Паула, нашего друга, родители живут в этом доме. Можно было бы, конечно, напроситься в гости, но просто, что сейчас коронавирус, и, конечно, это будет неудобно. Вот. Тут жил Титяна. Титяна много. Он родился в Белуно, но как бы жил и творил, конечно, здесь, в Венеции. Очень много сделал для Венеции. Работал вместе с Джорджоне, вместо с Беллини. Это были 1570, какие-то, короче, в 1500-х годах. Вот. Много есть творений, интересных, и я знаю эти места, просто, что мы туда пока вновь попасть не можем. И что я еще хочу сказать, что идут реставрации. Много реставраций я сегодня увидела. Те палацы, которые были как бы в запущении такого, ну, как бы, ну, надо было их реставрировать, а не было времени. То есть сейчас, наверное, время появилось, и вот для опера, и опера, это те, которые делают ремонт, и для них работа есть сейчас везде, и всегда. Они всегда при работе, потому что Италия, вот Венеция, именно я говорю о Венеции, потому что я здесь живу, Венеция начала вот ремонтные работы, реставрации. И это радует. Так что я сейчас шагаю по улице, по улице, где когда-то четыре столетия, да, четыре столетия уже прошло, шагал в Титтиану, в Беллине. Да, благодарю, Боженька, за такие подарки судьбы. Вот я побывала на земле, где жили такие известные люди. Потом, а, да, Вивальди, Боже, Боже, сколько здесь было знаменитостей, поэты, художники, музыканты. Красота. Шагаем дальше. Спасибо за информацию и шагаем дальше. Ой, вот так вот. Продолжение следует...